Здравствуйте! Региональное вещание продолжает программа «ФАСУ полномочен заявить» в студии ведущий Александр Лебедев. И сегодня о защите наших с вами интересов Федеральной антимонопольной службой мы будем говорить с Алексеем Викторовичем Ширковым, руководителем управления антимонопольной службы по Ярославской области. Здравствуйте! Добрый день! Алексей Викторович, тема расчетов за коммунальные платежи затрагивает интересы большинства наших телезрителей. Скажите, насколько она актуальна для вашего управления? Есть ли обращения граждан по поводу расчетов за коммунальные услуги? Да, такие обращения поступали к нам и в предыдущие годы, и в 2014, и в 2015 год. Такая же ситуация складывается и в 2016. Алексей Викторович, ну вот из последнего, есть ли какие-то дела, которые возбудили ваши сотрудники по обращениям граждан в части расчетов за коммунальные услуги? Буквально на прошлой неделе нами возбуждено дело в отношении МУП РКЦ города Тутаева по неправомерному взиманию комиссионной платы с управляющей компанией города Тутаева в размере превышающего установленного договора. Изначально даже эта плата была установлена главой Тутаевского района в размере 4% за коммунальные услуги, это холодное водоснабжение и водоотведение, и 5% за содержание ремонт жилья. Ну, обычно обыватели считают, что управляющая компания, это как раз вот те структуры, которые вроде бы оказывают нам услуги, но в то же время есть такой стереотип, что вот где-то нас обманывают, только не поймем где. А в данном случае получается, по вашим словам, что управляющая компания наоборот пострадала? Да, и к нам обратились жители одного из домов города Тутаева именно в защиту управляющей компании, увидев те суммы, которые остаются в РКЦ за осуществление приема, платежей за коммунальные услуги, содержание ремонта жилья и дальнейшем переводе этих денежных средств на счет управляющей компании. Ну, а вы сказали, что был установлен уровень вот этих комиссионных платежей со стороны управляющей компании в пользу РКЦ постановлением главы района. Главы города Тутаева, да, и кроме того, был договор заключен в 2014 году между управляющей компанией и РКЦ, где эти комиссионные платы также были четко установлены в размере 4,5% за содержание ремонта жилья и 4% за осуществление платы за холодное водоснабжение и водоотведение. А в чем тогда, собственно, предмет? Предмет в том, что в ходе рассмотрения заявления нам было выявлено факты взимания или оставления денежных средств гораздо в больших размерах в предусмотренных договорах. Более 10% оставалось на счетах РКЦ. А каким образом? То есть в договоре написано... Получая денежные средства с граждан, они, соответственно, перечисляли на счет управляющей компании меньшую сумму. Нами было выдано предупреждение, где указывалось о том, что необходимо прекратить данное действие и провести перерасчет управляющей компании. Однако данное предупреждение РКЦ не выполнено, сославшись на то, что постановление главы города Тутаева было им же отменено в результате наших обращений. Я имею в виду управление Федеральной темно-монопольной службы. И сослались на то, что их действия законны, причем никоим образом не указывая на наличие, не ссылаясь даже на наличие договора с управляющей компанией, где четко указаны комиссионные проценты. Ну, такого, наверное, еще не было в нашем регионе, потому что получается, что вот сколько захотели, столько и оставили. Выходит так, в договоре написана одна сумма, фактически оставили в виде комиссионного сбора другую, а почему 10, почему не 20 процентов? В ходе рассмотрения возбужденного дела мы все эти вопросы выясним. Как и то, какая же сумма была за предыдущие годы получена, как мы считаем, незаконная РКЦ. И, соответственно, как один из видов решения, это обязать РКЦ полностью внести в доход государства, в государственный бюджет, те доходы, которые были получены в результате нарушения антимонопольного законодательства. Ну, конечно, интересная тема. Будем надеяться на то, что вы будете информировать нас и, соответственно, наших телезрителей о том, как это будет развиваться и решаться. Но, на самом деле, примеров всевозможных, если не манипуляций, то, скажем так, нерадующих обычного гражданина ситуации с комиссионными платежами, их достаточно много. Пусть эти платежи не столь велики, но достаточно часто оплачивая в банке некую услугу, мы сталкиваемся с тем, что берется комиссионный сбор. Насколько вот эти действия законны? Вторая часть обращений граждан касается обзимания комиссионных сборов различными банками или почтой России при платежах за коммунальные услуги. И здесь стоит отметить, что согласно 161-го федерального закона о национальной платежной системе, перевод денежных средств осуществляется за счет средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставляющих без открытия банковского счета. То есть, соответственно, банки, оказывая платильщику услугу по приему денежных средств, они имеют право взимать определенный процент. Он колеблется в различных банках в пределах 3%, в Почте России несколько меньше. Вопросы возникали еще правильности именно такого процента. Можно сказать, что по другим регионам этот процент бывает даже выше, чем в Ярославской области. Тем не менее, взимание этого процента, оно законно. Вы упомянули закон о национальной платежной системе, а там указаны предельные уровни этих комиссионных сборов? Здесь это можно посмотреть на сайте любого из банков, где указаны, каким образом происходит расчет именно этого комиссионного сбора. Причем я знаю, некоторые банки уже дифференцируют эти проценты в зависимости от того, оплачиваешь ли оператору в кассу банка. Либо это проходит оплата наличными через терминал, либо через онлайн-банк, либо через так же терминал, но через банковскую карту. То есть, иными словами, если мы хотим сэкономить на комиссионном сборе, то нам остается только поинтересоваться вот таким образом, например, в банке, как для нас будет выгоднее платить. Да. Ну что ж, спасибо за информацию, Алексей Викторович. Ждем новых рассказов о теме коммунальных платежей, о том, как будет развиваться ситуация в Тутаеве, о которой вы сказали в начале программы. Ну и будем надеяться, что благодаря действиям ваших специалистов интересы ярославцев будут лучше защищены. Спасибо. Наша программа завершается. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был Алексей Ширков, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин